Чуть больше месяца назад президент Садыр Джапаров в интервью одному из местных информагентств заявил, что в случае несвоевременной выплаты внешних займов Кыргызстан может лишиться некоторых своих национальных объектов. Тогда глава государства не уточнил, о каких именно стратегических объектах идет речь. Накануне в интервью радио Азатых Джапаров, подтверждая ранее высказанные им опасения, назвал их. Это Бишкекская теплоэлектроцентраль, альтернативная дорога север-юг и линия электропередач Датхакимин. На реализацию этих трех крупных проектов Кыргызстан в свое время занял у китайского Эксимбанка более полутора миллиарда долларов. Если конкретнее, на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ – 386 миллионов долларов, на строительство ЛЭП Датхакимин – 389 миллионов и на строительство альтернативной трассы Север-Юг – 850 миллионов долларов. С процентами всего же общая сумма обязательств перед Китаем доходит до миллиарда 800 миллионов. Это 42% от всего внешнего долга страны. Предположим, вы взяли кредит в банке под залог своего дома и, составляя договор с банком, вы согласились, что если не сможете выплатить займ или опоздать с выплатой процентов, то банк отбирает ваш дом. Так же и с внешним долгом. Государство заключает договор. Если не сможешь выплатить или опоздаешь с выплатой, то какой-то проект забирают. Например, ТЭЦ, Дорога Север-Юг, ЛЭП Датхакимин. Мы же брали деньги на эти проекты. Если мы не сможем вовремя заплатить, то управление переходит к той стороне. Так были подписаны документы. Если этого не хватит на покрытие задолженности, то та сторона имеет право и на другие объекты. Надо было составить эти договоры с более мягкими условиями. Но мы оплачиваем все вовремя. В связи с тяжелыми экономическими последствиями от пандемии в сентябре прошлого года Бишкек обратился к Пекину с просьбой рассмотреть возможность облегчения и пролонгации долговых выплат. То есть, если не списать какую-то часть, то хотя бы отсрочить проценты. На что большой восточный сосед заявил, что долговая ситуация Кыргызстана находится на устойчивом уровне и страна может обслуживать свой долг. Позже Пекин согласился на отстрочку, но не за бесплатно, с условием, что на отложенные проценты будут наложены новые проценты. В таком случае долг перед КНР у Кыргызстана достиг бы уровня 2 миллиардов 256 миллионов долларов. Бишкек от такого предложения вежливо отказался. Журналистам тогда в Минфине комментировали, что переговоры с китайской стороной продолжаются, однако к чему они пришли, неизвестно. Меж тем, внешний долг при этом продолжал расти. На борьбу с коронавирусом правительство летом прошлого года понабрало от международных доноров внешних займов еще на 343 миллиона долларов. Пока, уверяют в Кабмине, платить по счетам удается. В прошлом году на обслуживание внешнего долга было потрачено более 37 миллиардов сомов. В этом году придется заплатить уже гораздо больше, а период пика наибольших выплат наступит уже через два года. Можно будет увидеть разницу, если, допустим, мы в этом году и в следующем году будем 37-38 миллиардов в год выплатить, то на 23-й год эта сумма составит уже 47 миллиардов сомов. В ноябре прошлого года в стране, напомним, была запущена народная инициатива под лозунгом «Поможем стране избавиться от внешнего долга». Наброшенный клич начали откликаться как простые кыргызстанцы, перечисляя на спецсчет буквально по 50-100 сомов, так и состоятельные бизнесмены. Один из них пожертвовал 1 миллион сомов, еще один соотечественник – 10 миллионов. Сейчас, как отмечает в Минфине, в копилке набралось 121 миллион сомов. Человеку для счастья много денег не нужно. Аделбек Асанов – тот самый предприниматель, который одним из первых пополнил народный счет для погашения внешнего долга на миллион сомов. Говорит, когда узнал об инициативе, долго не думал. По его словам, он много лет трудился за рубежом, а на родине теперь развивает собственный бизнес в сфере строительства и промышленности. Где человек может жить счастливо? Только у себя на родине. И мы хотим жить в процветающей, развитой стране, в стране без долгов. Поэтому я внес свой вклад. Я хотел показать пример, чтобы люди увидели, что есть молодежь, которая переживает за свою страну, чтобы состоятельные люди последовали моему примеру или хотя бы не воровали из бюджета. По расчетам финансистов, учитывая экономические возможности страны, чтобы окончательно избавиться от нынешнего 5-миллиардного внешнего долга, стране потребуется порядка 25 лет. Для этого нужно ежегодно выплачивать по 350-400 миллионов долларов и не брать новых займов. Но получится ли обойтись без дополнительных кредитов? По мнению большинства аналитиков, единственный способ облегчить ситуацию – это срочно вывести из тени экономику страны и искоренить коррупцию. Манас Ачгитов, Ахмарал Саботар, Диас Акимбаев, НТС